Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова. В начале коротко о главных событиях к этому часу. 35 семей лучших вынужденных переселенцев сегодня отправились на постоянное место жительства в село Забух, Лачинского района, в котором созданы все условия для комфортного проживания. Палестинское движение «Хамас» передало израильской стороне список заложников, которых оно готово освободить. Большинство тех, кого планируется отпустить, являются иностранными гражданами. Азербайджан и развитие цифровой экосистемы находятся в центре стратегии развития. Хорошим потенциалом обладает и крупнейший на Кавказе и в Центральной Азии проект волоконно-оптической линии связи, который пройдет по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан. А теперь подробнее. Азербайджан придает особое значение связям с Организацией Исламского Сотрудничества и выступает за развитие взаимодействия во всех сферах в рамках организации. Об этом в частности говорится в обращении, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым к участникам Пятой конференции министров труда стран-членов Организации Исламского Сотрудничества в Баку. Президент подчеркнул, что организация ОИС всегда осуждала оккупационную политику Армении против Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правое дело и территориальную целостность Азербайджана, как во время Второй Карабахской войны, так и в последний период. В своем обращении глава государства также выразила уверенность в том, что Центр труда сыграет важную роль в еще большем укреплении сотрудничества между странами-членами Организации Исламского Сотрудничества. Президент Азербайджана сегодня также принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяну Молчан. Подробнее о встрече расскажем в следующих выпусках. Баку принимает неделю успеха – специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии. Ее участниками являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Азербайджан присоединился к программе в 2002 году и сегодня является одним из активных членов объединения. Именно по инициативе Баку мероприятие столь высокого уровня проходит в азербайджанской столице. Это мероприятие проходит по инициативе Азербайджана. То есть Азербайджан вообще показывает высокий коэффициент полезного действия в интеграционных процессах. И хоть скоро в Баку в последнее время мы видим, насколько часто собираются вот такие конференции, созываются такие симпозиумы. В общем, площадка, которую основал Азербайджан, она очень активная, она очень динамичная и постоянно идет процесс взаимодействия. В свое время, если вы помните, президент Имхам Алиев выступил с такой вот инициативой, что уже настала пора для взаимодействия не только на уровне государств, или, допустим, в стороннем, многосторонном формате, а на уровне регионов. Эксперты уверены, что регионы Южного Кавказа и Центральной Азии представляют собой два компонента единого целого, и растущий авторитет этих регионов на международной арене диктует необходимость тесного сотрудничества входящих в них стран. С этой точки зрения, деятельность в рамках СПЕКа создает благоприятную почву для развития многостороннего сотрудничества. Сегодня Азербайджан играет центральную роль в решении многих глобальных проблем. Растущий авторитет президента Имхама Алиева на международной арене укрепляет политическую мощь страны, оказывая положительное влияние на процессы, происходящие в регионе. Тот самый интеграционный запрос, который существует сейчас в глобальном мире, он как раз должен находить достойные или адекватные ответы. И вот в этом плане Азербайджан, беря во внимание то, что есть специальная программа Организации Объединенных Наций, которая рассчитана на то, чтобы страны и государства центральной азии не развивались динамично, потом они выносили свой вклад в дело глобальной интеграции. Вот Азербайджан, значит, на этой волне сейчас проводит это мероприятие. И не случайно, значит, присутствуют здесь ведущие силы интеллектуальных кластеров наших стран. И самое главное, Азербайджан снова задает тон. Подробнее о проводимой в Баку неделе спека и растущей роли центрально-азиатского региона поговорим с Закиром Усмановым, экспертом аналитического центра Белим Карвани. Он подключается к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. В рамках председательства Азербайджана в программе в Баку проходит неделя спека. Инициативы проведения такого мероприятия также принадлежат Азербайджану. Вот как вы можете оценить роль Баку в достижении глобальных целей программы? Спасибо за вопрос. Я бы хотел отметить, что сегодня в мире происходят очень сложные процессы. И здесь, понимаете, огромную роль играют торгово-экономические планы между странами. И здесь сегодня в мире большую торговлю, торгово-экономическое отношение имеет Европейский союз и Китай. И идет поиск альтернативных каналов, которые, если раньше шли через, скажем, Россию, через другие страны торговли, то теперь идет поиск альтернативных путей. И вот эта роль Азербайджана повышает роль этой организации в том плане, что появляются альтернативные потоки, когда могут они играть большую роль в развитии этих стран и в то же время помогают создать огромные глобальные потоки товаров, движения, грузов, всего. Я бы хотел отметить в том, что и вот Баку сегодня, Азербайджан, становится как бы плечом, когда у Китая, других стран Азии появляется возможность перенаправления торговых потоков в Европу через вот этот регион и становится как бы воротами. Здесь я бы хотел отметить тот вопрос, что очень большая торговля с Транспек, это идет с Европейским союзом и в то же время с Китаем. И вот эта сам возможность расположения, географическое положение, скажем, Азербайджана, оно дает огромные, скажем, дивиденды. Но это, понимаете, нужно использовать. И здесь мы должны понимать, что усилия Азербайджана по открытию Зангизюрского коридора, это является одним из пунктов получения вот этих дивидендов. Здесь, понимаете, европейские страны спека, европейские 38%, у них экспорт направлен в, скажем, Европейский союз и 18% с Китаем тоже становится определенным мостом в развитии этих отношений. Здесь я бы хотел отметить, что очень низкий уровень торговли между самими странами, где экспорт составляет только 6,5%, импорт – 8,5%. И здесь мы должны очень много акцентировать внимание на существующие проблемы, в том плане, что сегодня достижения есть и глобальные изменения происходят, но мы должны акцентировать внимание на пути решения, на пути увеличения, как решать проблемы, как повысить еще большую возможность, потому что это, понимаете, одна из больших проблем стран-членов спека, что у них неделифицированная экономика, очень много неторговых барьеров, которые препятствуют увеличению реализации их возможностей, когда такие возможности очень колоссальные. И снятие этих барьеров, они позволят реализовать потенциал, в том числе Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и других стран, которые входят в спека. И это вот как раз показывает, что происходящее в Баку, вот эта конференция, встреча, она интенсифицирует вот эти процессы, снятие проблем неторгового характера, понимаете, но носят много технических характеров, которые очень можно быстро, скажем, устранить. Но в то же время есть и технического характера, что порты, скажем, Азербайджана, порты Каспии, они еще не соответствуют, которые сейчас уже накоплены торговым потенциалом. Вот это нужно решать, и вот эта встреча, я думаю, что она позволит решить эти проблемы. Кроме того, есть, понимаете, есть еще другие моменты, когда не только технические, но и правового характера, когда очень много процедур, которые не позволяют решать быстро увеличить торговлю. И здесь, понимаете, вот, недифицированность экономик наших стран, она тоже, как бы, мешает. И вот это позволит нам дивизифицировать экономику, увеличить. Например, у Азербайджана преобладает нефть, ее тоже за счет торговли может это колоссальные доходы получать, и все страны Центральной Азии. И это, опять же, мы можем сказать, что нынешний Баку, играет нынешний Азербайджан, это роль ворота в Европейский Союз. Открывает огромный и позволяет нам интегрироваться очень быстро в эффективных масштабах на европейский рынок, а значит, и на мировой рынок, в сфере торговли, в сфере производства, экспорта и других товаров. А вот с чем, по вашему мнению, связан такой растущий интерес к региону Центральной Азии и Южного Кавказа? Ведь здесь все больше проходит международных мероприятий, США и Европа все больше обращает внимание именно на этот регион. Да, вот, вы знаете, вот это растет значимость региона, всего региона, потому что, опять же, повторю, что идет поиск альтернативных маршрутов в торговле. Это, я могу привести цифру, что Европейский Союз и Китай в торговле полтора триллиона долларов, представляете, это огромные цифры. Но только небольшая часть идет по, скажем, Центральной Азии, по Каспию, через Азербайджан. Только очень небольшая часть. Вот это, если перенаправить, это колоссальные финансы. И здесь мы сами видим, что идет, скажем, изменение, вот это на фоне нестабильности в мире, идет поиск альтернативных путей торговли. И в то же время регион, геостратегическое значение региона тоже возрастает. Еще один важный момент, потому что возрастает идет, мы видим, процесс возрождения тюркского мира, и который становится в ближайшее время, это вопрос времени, что тюркский мир становится одним из важных игроков в мире геополитических, самостоятельных. А значит, все страны имеют интерес и хотят иметь с ним отношения. Но здесь отношения должны быть на равном. А для этого мы должны интегрироваться и решать очень массу других проблем. Поэтому здесь идет рост интереса других стран, потому что они объединяются, а вместе, вы сами понимаете, что это мы сила, и можем решать очень много задач. Да, действительно, вот как вы ранее отметили, победа Азербайджана в 44-дневной отечественной войне открыла новые возможности для такого развития, развития сотрудничества. Вот как страны Центральной Азии рассматривают перспективы развития взаимодействия с Азербайджаном в данном контексте? Вот, знаете, здесь я хочу сказать, что идет вот это, оно важно имеет значение, то есть за Ингиздурский коридор, вот эта победа Азербайджана позволяет открыть альтернативный путь, который намного короче Европу. Потому что все страны Центральной Азии, они были изолированы, и у них очень была сильная зависимость, скажем, от России, от Китая. И здесь мы должны диверсифицировать. Вот это за Ингиздурский коридор, который открывается, я думаю, что в ближайшее время он очень будет открыт. И вот это приводит к тому, что мы получаем другие альтернативные ворота в Европейский Союз, и позволяет быстро, интенсивно развивать экономику стран-регионов. В то же время, быстрый экономический рост стран-регионов, это означает возрождение экономического, военного, технологического и другого потенциала. И с этой связи вот эта роль его, Дангиздурского коридора, Азербайджана, здесь в разы вырастает. И здесь мы можем реализовать, мы уже начали реализовать. Но опять еще раз хочу сказать, нужно очень много предстоит сделать, решать очень много задач, очень много вопросов предстоит решать. И значимость ее возрастает, вот этого Дангиздурского коридора. А можно ли утверждать, что открытие Дангиздурского коридора, так сказать, неизбежно, и потому что слишком много стран заинтересовано в его действии? Да, да, здесь заинтересованность очень большая. Геополитетских сил, я еще, Европейский союз, США, возможно, Китай, здесь другие страны, Индия, Пакистан. Понимаете, этот коридор, я еще повторяю, как бы, есть, когда проекты регионального масштаба, локального масштаба, это глобальный масштаб, это огромный. Я вот не зря перевел, когда полтора триллиона торговли с Европейским союзом у Китая, и даже один процент, это уже означает примерно 100 с чем-то миллиардов долларов торговли. Это если торговые потоки пойдут, то выгоду получат и Европейский союз, США, возможно, даже другие страны, здесь Китай, Индия, то есть огромные рынки, понимаете, это приведет к тому, что взаимосвязанность региона возрастет, будут снижены барьеры, и огромные потоки, они позволят еще быстрее развивать социально-экономическому развитию стран региона, в том числе Центральной Азии и всей Азии тоже. Ну что ж, большое спасибо, что подключались к нам и ответили на наши вопросы. Большое спасибо. Благодарю. На прямой связи со студией был Закир Усманов, эксперт аналитического центра «Белим Кирвани». Продолжаем выпуск. Сегодня еще одна группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Забух Лачинского района. Колонна выехала из жилого комплекса «Губупарк-3» в Городакском районе города Баку. На этом этапе в Лачин переселились еще 25 семей, 93 человека. Дома, в которых поселятся семьи, были восстановлены или перестроены по указанию главы государства после окончания 30-летней оккупации. Возвращающиеся на родные земли жители Лачина выразили признательность президенту Азербайджана Эльхаму Алиеву, а также доблестной армии, освободившей азербайджанские земли от оккупации. В селе Забух обеспечено постоянное проживание 121 семьи, то есть 475 человек. Я возвращаюсь в родные края спустя 31 год. Я очень рад этому событию. Когда я уезжал оттуда, мне было 5 лет. Один раз я уже посетил Забух. Моя мать уже переехала, а теперь я со своей семьей переселяюсь. За это хочу поблагодарить господина президента Эльхаму Алиева. Дай Бог здоровья нашим ветеранам, да упокоятся души наших шахидов. Желаю всем бывшим переселенцам вернуться в родные края. В результате оккупации Армении и наших территорий мне пришлось покинуть Лачин в возрасте 16 лет. Сегодня я чрезвычайно рада тому, что возвращаюсь в свои родные края. Дай Бог здоровья семьям наших ветеранов, да упокоятся души наших шахидов. Я благодарю нашего президента Эльхаму Алиева. Дай Бог ему крепкого здоровья за то, что мы проживаем этот прекрасный день. Он наша гордость. Мы покинули Лачин в 1992 году. Мне тогда было 8 лет. Моя тетя уже переехала в Забух. Мы направляемся к ней в гости. Как только будет готов наш дом, мы также переедем туда вместе с моей мамой, супругой и дочерью. Моей дочке 5 лет. Она очень хотела увидеть Лачин, и сегодня она его увидит. Американская организация USAID полностью себя дискредитировала. Армения для американских политиков является лишь инструментом давления на Азербайджан. Судьба карабахских армян их не волнует. Об этом CBC заявил российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети Политрус Виталий Арьков. По его словам, деятельность данной организации не соответствует заявленной. А заявления директора USAID Саманты Пауэр являются всего лишь пустыми обещаниями. Надо понимать, что Армения данным сердцем лишь инструмент для давления на Азербайджан. Не более того, американских политиков, американских чиновников, американских сотрудников, американских спецслужб не волнует любого карабахских армян. Она не волнует даже руководство Армении. Поэтому и сама Армения, и эти несчастные люди, которые оказались заложниками большой политики, они не интересны ни Еревану, ни Парижу, ни Вашингтону. И как бы это ни звучало парадоксально, вопреки всем заявлениям Запада, большую заботу, реальную заботу об этих людях, о их будущем проявляет Баку, проявляет Москва, которая направляет им гуманитарную помощь, и даже та же самая Турция. Но только не те столицы, не те политики западные, которые об этом кричат. USID использует Армению для продвижения собственных интересов. Интенсификация контактов с организацией в будущем может обернуться серьезными последствиями для армянского общества. Опыт соседней Армении, где западные НКО расплодились в огромном количестве, показателен. Можно посмотреть, что происходит с этой страной за последние годы, насколько армянские политики зависимы, и настолько армянское общество, скажем так, обработано этими структурами, насколько уже его мнение подвластно людям Запада. Это печальный пример, и я рад, потому что Азербайджан не идет по такому пути, и он предвосвещает события. Продолжается рабочий визит в Грузию заместителей министра обороны Азербайджана, генерального директора Агилия Гурбанова, и командующего военно-воздушными силами генерала-лейтенанта Рамиза Таирова. Руководящий состав Минобороны посетил государственный военный научно-технический центр «Дельта». В Тбилиси состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. В соответствии с планом подготовки на текущий год, в учебно-тренировочном центре ВВС состоялась церемония выпуска курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера, азербайджанского народа Гейдара Алиева и героев, отдавших жизни во имя территориальной целостности страны. Выступившие на церемонии рассказали о важности проведения подобных курсов в совершенствовании знаний и навыков военнослужащих, пожелали выпускникам курса успехов в дальнейшей службе. Затем успешно окончившим курс были вручены сертификаты. В заключение состоялся торжественный проход личного состава. Перед трибуной было сделано фото на память. Главы государств и правительств стран-участниц Большой двадцатки провели саммит в онлайн-формате. В этот раз встреча в рамках G20 прошла под председательством Индии. При этом от участия в саммите отказались Китай и США, а российский лидер выступил на нем в онлайн-формате. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления призвал Владимира Путина остановить войну с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что военные действия – это всегда трагедия для любой страны. Однако Украина сама отказывается от переговоров. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. К онлайн-конференции подключился и президент Турции. В своей речи Раджептеп Эрдоган затронул тему Палестино-израильского конфликта, выразив надежду на то, что кратковременное прекращение огня приведет к окончанию боевых действий. Объявление четырехдневной гуманитарной паузы достижения соглашения по вопросу обмена заложниками и пленными, хотя и в ограниченном количестве, является позитивным событием. Мы надеемся, что этот шаг приведет к постоянному прекращению огня. Это является нашим приоритетом. Мы ожидаем, что мир будет объявлен в самом скором времени. О том, что могло повлиять на решение президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не принимать участие в виртуальной встрече стран Большой Двадцатки, расскажет моя коллега Нигяр Рахманова. Она подключается к нашей студии из Китая. Нигяр, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Медина. Так и есть оба лидера не примут участие на онлайн-саммите Джо 20. Если просмотреть пару новостных статей, сразу после инфоповода упоминается, что в рамках саммита президент Российской Федерации произнесет речь. На саммите все будет, как обычно, обсуждение, дискуссии, но внимание как раз привлекает участие Москвы и отсутствие Пекина и Вашингтона. Эксперты связывают это с попыткой нормализации отношений, хоть и они несколько тщетны. В Сан-Франциско на полях саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества еще 15 ноября прошли переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина. Это первый визит китайского лидера в США за 6 лет была, и встреча между ними, как таковая, уже имела место год назад на саммите Большой Двадцатки. Переговоры продолжались около 4 часов, но ощутимых результатов после них не последовало. Байден заявил, что страны должны поддерживать диалог, несмотря на разногласия. Цель взаимодействия США и Китая, согласно американской версии Астинограмм, это конкурировать ответственно и не дать отношениям скатиться к новой холодной войне. Согласно китайской версии, развитие Поднебесной имеет свою логику и законы, и нет смысла пытаться его остановить, от конфронтации пострадают обе стороны. Нужно конструктивно взаимодействовать, но вместо этого с точки зрения Пекина Вашингтон постоянно принимает меры против Китая в виде экспортного контроля, инвестиционных запретов, односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб законным интересам Китая. То есть даже в стиле освещения встречи лидеров есть заметные различия. О договоренности и по восстановлению прямой связи между военными сообщил после встречи Байден и ФСИ, китайский государственный телеканал CCTV. Однако аналитики менее оптимистичны в отношении того, что эти линии связи могут разрешить глубокие разногласия между Китаем и США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Когда-то они были прерваны, потому что Китай отключил каналы прямой связи после введения санкций против министра обороны КНР уже бывшего и посещения спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года Тайваня. Этот жест крайне возмутил Пекин и побудил его к проведению вокруг Тайваня масштабных учений. И согласно сообщению МИД Китая, Си Цзиньпин во время переговоров с Байденом подробно остановился на принципиальных позициях Китая по тайваньскому вопросу, назвав его самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. По мнению китайского лидера, США должны предпринять реальные действия, чтобы доказать, что не поддерживают независимость Тайваня, а также прекратить его вооружать. По данным CNN, Байден в ответ сказал, что позиция США заключается в поддержании мира и стабильности в регионе. За последние два года Вашингтон жаловался на то, что все больше китайских самолетов пролетали в опасной близости от самолетов США над восточно-китайским и южно-китайским морями. Больше всего США не выгодно сейчас как раз-таки конфронтации с Поднебесной. При этом перебои в цепочках поставок были бы куда критичнее, если бы нарушился импорт не таких сравнительно простых и распространенных товаров, как нефть, газ, зерно, подсолнечное масло, а высокотехнологичных продуктов, многие из которых просто неоткуда больше взять. Тайвань – это 21% всего американского импорта двигателей для судов, 16% компьютерных комплектующих и 14% полупроводников. По другую сторону медали экономика, на гала-ужине в Сан-Франциско в среду Си пытался заверить лидеров американского бизнеса Apple и Salesforce в том, что бизнес-среда в Китае благоприятна, настрой с их стороны не позитивный, поскольку бизнес-деятельность в Поднебесной усложняется строгими законами о данных, китайскими проверками в зарубежных компаниях на своем рынке. И нужны реальные изменения, о чем говорят эксперты, для того, чтобы предприниматели поверили в китайский рынок. В любом случае есть серьезный риск переориентации иностранного бизнеса в Китае, в Юго-Восточную Азию, а именно в Вьетнам, Филиппины, Индонезии, Малайзия. Сейчас тоже очень актуальные рынки. Причем сейчас китайская экономика переживает непростой период. Это прямые иностранные инвестиции упали более чем на 5% за первые 8 месяцев текущего года. В ноябре Китай зафиксировал дефицит ПИИ. И ко всему добавляется ослабление курса юаня, безработица среди молодежи, обвалу в секторе недвижимости, который продолжается уже длительное время. Ну и зарубежным и компаниям, конечно, придется несладко при потере столь крупного рынка. От сбыток от Китая политика Байдена заставила такие компании, как Nvidia и Intel, забеспокоиться по поводу своей прибыли. Из общего дохода Nvidia в 27 миллиардов долларов США за 2022 год, 5 миллиардов 800 миллионов были получены от продаж как раз таки в Китае. А между тем, из прибыли в 63 миллиарда долларов США Intel, 17 миллиардов поступило с китайского рынка. А пока, как сообщает китайская госпресса, Си и Байден договорились создать рабочие группы, которые займутся сотрудничеством в области искусственного интеллекта и борьбой с наркоторговлей. Медина. Большое спасибо о китайско-американских отношениях, о том, как они влияют на глобальную политику, рассказала моя коллега Нигер Ахманова. Другим темам, палестинское движение «Хамас через посредников» передало израильской стороне список заложников, которых оно готово освободить. Как сообщают арабские СМИ, большинство из 50 составляют иностранные граждане. По словам главы отдела внешних связей «Хамас» в секторе Газа Басема Наима, список заложников составлялся при участии международных посредников – Катара, Египта и США. Освобожденные сначала будут переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а затем – египетской стороне. В свою очередь, Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. ЦАХАЛ продолжает выполнение боевых задач в секторе Газа и пока не располагает данными о том, когда в Анклаве вступит в силу режим прекращения огня. Об этом в ходе вечернего брифинга, отвечая на вопрос о сроках установления режима прекращения огня, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, на данный момент израильская армия сосредоточена на поиске туннелей в Газе. Мы готовимся завершить первый этап программы по возвращению заложников. ЦАХАЛ в сотрудничестве со всеми соответствующими органами осуществляет организованный процесс приема заложников. В последние дни соответствующие штабы управления кадров и разведуправления завершили подготовку к созданию этой структуры. Мы должны сделать все для того, чтобы вернуть наших заложников, среди которых старики, женщины и дети. Это сложный процесс, который еще не завершен. Он займет время и будет осуществляться в несколько этапов. Подчеркну, что он еще не доработан и может пройти время, пока он будет доработан. Нашим руководящим принципом было и остается сперва уведомление семей заложников, а затем и общественности. Даниэль Хагари добавил, что по завершении первого этапа освобождения заложников израильские войска намерены возобновить проведение военной операции в палестинском Аквлаве. Это война, которую мы не начинали. Оперативная пауза по освобождению заложников не меняет ее ход. Израиль все еще находится в состоянии войны с Хамасом, и мы полны решимости достичь наших целей, одержать победу над группировкой и вернуть всех наших заложников домой. Но мы не воюем с народом газа, продолжая содействовать оказанию гуманитарной помощи мирному населению. Гумпомощь является неотъемлемой частью нашей деятельности. Ранее израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в Анклаве возобновится. У израильской общественности вслед за этим есть 24 часа на то, чтобы обжаловать в судебном порядке эти решения. За освобождение еще 10 заложников Израиль на день прекратит боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находится более 200 человек. Тем временем контактная группа по вопросам обороны Украины с момента российской агрессии в феврале 2022 года выделила более 80 миллиардов долларов на помощь по безопасности Украине. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин 22 ноября, открывая 17-е заседание контактной группы, проходящей в онлайн-формате. Глава Пентагона также призвал партнеров обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, чтобы она могла пережить очередную зиму на фоне российских попыток повредить украинскую энергосеть. По словам главы Пентагона, поддержка Украине будет оказываться в меру потребностей этой страны. Поэтому, пытаясь поддержать нашего партнера, мы должны рассчитать, как наилучшим образом можно удовлетворить потребности Украины. Соединенные Штаты продолжают выполнять свою роль в этом вопросе. Никто из нас не хочет жить в мире, где хулиганы вроде Путина могут безнаказанно вторгаться в дома к мирным соседям. Мы отказываемся от того, чтобы форму глобальной безопасности диктовали полагающиеся на репрессии автократы. Горжусь тем, что эта, вошедшая в историю контактная группа, выделила более 80 миллиардов долларов на помощь Украине после того, как Кремль начал свое неоправданное вторжение. Контактная группа по оказанию военной помощи Украине встречается на фоне неопределенности в США относительно дальнейшей поддержки Киева. Как заявили ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи размером 100 миллионов долларов. А теперь к новостям экономики продолжит Анастасия Панарина. Сегодня в столице Азербайджана проходит 18-е заседание Управляющего Совета специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Темами встречи стала разработка стратегии по решению общих задач для стран СПЕКа. Проводятся итоги экономического форума и обсуждаются важные документы. Подробнее у нашего корреспондента Фарид Адилова. Фарид, здравствуй. Тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Итак, продолжаются дни специальной программы ООН для экономик Центральной Азии в Баку, в рамках которых сегодня в азербайджанской столице проходит 18-е заседание рабочей группы СПЕКа. Спикеры обсудили разработку новых стратегий, решения общих проблем государств, участников, включая создание трастового фонда в рамках программы. Сегодня здесь проводятся итоги экономического форума, который начал свою работу 20 ноября. Обсуждаются документы, которые регулируют механизм работы программы и другие вопросы. Кроме того, заседание рабочей группы СПЕКа стартовало с речи министра экономики Азербайджана Михаила Джабарова. Он рассказал о достижениях стран-участниц СПЕКа в рамках этого объединения. В частности, он уделил внимание развитию среднего коридора. То есть, по словам Михаила Джабарова, средний коридор сулит оживление экономических связей между странами СПЕКа и расширение торгового сотрудничества между странами-участницами данного объединения. Он также подчеркнул, что Азербайджан является не только транзитной страной, но и катализатором, обеспечивающим жизнеспособность, эффективность и устойчивое развитие транспортных коридоров. По его словам, для продолжения конкурентоспособности среднего коридора необходимо укреплять взаимодействие, повышать цифровизацию торговли, связанных с ней процедур, а также расширять сотрудничество в дальнейшем. Хочу отметить, что специальная программа ООН для экономики Центральной Азии СПЕКа была создана в 1998 году, и государственными участниками являются Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, а также Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. На сегодняшнем заседании принимает участие также венгерская делегация, во главе которой глава МИД страны Петер Сиярта. Он также находится сегодня здесь. Хочу также подытожить, что целью данной программы является развитие сотрудничества между государственными членами и интеграции в мировую экономику. Представители стран СПЕКа сегодня выразили благодарность Азербайджану за достойное проведение данного мероприятия. Стоит напомнить, что в этом году, в 2023 году, Азербайджан председательствует в СПЕКа. Спикеры также отметили, что Азербайджан стал ключевым игроком в регионе. На этом у меня пока все. Спасибо большое, Фарид. А я напомню, что с нами на прямой связи был Фарид Адилов, который следит за проходящим в Баку в 18-м заседании Управляющего Совета специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Мы продолжаем. Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода. Министры отметили, что совместные проекты, такие как создание агропромышленного кластера, могут сделать хороший вклад в экономику обеих стран, говорится в сообщении азербайджанского ведомства. Делегации обсудили также вопросы продвижения торгово-экономических отношений и инвестиций, расширения бизнес-диалога и другие задачи, поставленные в рамках двухсторонних и международных организаций. Завки Завкизода отметил, что его страна придает значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном и поделился мнением о расширении партнерства в различных направлениях, в том числе в транзитном секторе. Экспорт электроэнергии Азербайджаном за 10 месяцев, прошедших с начала года, составил 3,4 млрд кВт-часов, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Согласно имеющейся статистике, валютная выручка за отчетный период превысила 348 млн долларов с ростом к прошлому году в 5,5 раз. Отмечается, что в общей структуре экспортных доходов Азербайджана выручка от продажи электроэнергии приблизилась к 2%. В составе не нефтяного экспорта доля электроэнергии составляет уже почти 13%. Между тем, на долю производства из возобновляемых источников энергии приходится уже примерно 20% от общей генерации по стране. И по словам заместителя министра энергетики Самира Велиева, к 2030 году данный показатель достигнет третья от всего производства электроэнергии. Возможности совместного применения современных цифровых технологий в мониторинге и обеспечении подотчетности в топливно-энергетическом комплексе накануне обсудили делегации Азербайджана и Казахстана. Но такой прогрессивный подход – лишь один из многих этапов цифровизации экономики. Технологические новшества, такие как искусственный интеллект, блокчейн, интернет-вещи и многие другие, уверенно включаются в стратегию развития любого государства. Такая адаптация ведет к росту производительности экономики, оптимизации процессов и созданию новых возможностей. В Азербайджане сегодня цифровая экономика становится ключевым элементом стратегического развития. Страна активно инвестирует в инфраструктуру, поставив цель стать региональным лидером в этой области. Правительством реализуется политика стимулирования инноваций и развития информационных технологий. Создание специальных зон для высоких технологий, поддержка стартапов, инвестиций в развитие широкополосного интернета и цифровых услуг – все это способствует развитию цифровой экосистемы в стране. Так вот, цифровая экономика, она именно и служит тому, чтобы максимально упростить, не только упростить, но и минимизировать затраты на предоставление как государственных услуг, так и услуг частного сектора. И это, несомненно, делает продукцию еще более конкурентоспособной. Вот сейчас в многих странах этот процесс происходит с полными темпами. Если взять, скажем, нашу страну, нашу республику, то я не считаю, что мы в этом области отстаем. А может быть даже напротив. У нас очень много хороших показателей. В настоящее время запускаются и крупные международные проекты для развития цифрового сотрудничества. Среди них проект «Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи» – часть масштабного проекта «Цифровой шелковый путь». Он предусматривает создание телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Крупнейший на Кавказе и Центральной Азии проект по прокладке цифровой линии связи по дну Каспия будет осуществлен по маршруту Азербайджан-Казахстан. Ну, в общем, процесс идет. И достаточно приемлемая скорость объем-передачи информации исчисляется где-то порядка 4-6 терабайтов в секунду. Этот проект сам по себе принесет не только Азербайджан и Казахстан большие профиты, но и сам станет одним из важнейших элементов вот этого транскаспийского коммуникационного коридора, который, в свою очередь, позволит сблизить европейский рынок, турецкий рынок, европейский рынок и среднеазиатский, центральноазиатский рынки. А далее можно подключаться к Китаю. Организация Объединенных Наций не теряет надежды на будущее возобновления действия Черноморской зерновой инициативы. На очередном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Агентсека ООН Фархан Хак заявил, что работа в этом направлении продолжается. По его словам, данное соглашение – это важный вклад в благосостояние жителей многих стран. Представители организации добавил, что Черноморская зерновая инициатива была краткосрочной, но успешной. Мы не сдаемся. Мы работаем со сторонами, чтобы понять, что нужно, чтобы соглашение продолжилось. Договоренность важна не только с точки зрения дипломатии, но и с точки зрения снижения цен на продукты питания на глобальных рынках. Это важный вклад в благосостояние людей во всем мире. В предстоящий период мы завоюем доверие инвесторов посредством разумной политики и структурных реформ. Мы заняты этим в настоящее время. Такое доверие вызовет приток средств. Чтобы привлечь мировой капитал в нашу страну, мы продолжим действовать в соответствии с принципом «побеждай». Никто не должен сомневаться. Мы сделаем себе имя и в оборонной промышленности, и в других сферах. Наши новые меры уже в пути. В текущем году, согласно прогнозам, уровень инфляции в Турции составит около 65%. Однако ожидается, что он будет постепенно снижаться к однозначным цифрам до 2026 года. А потом заявил вице-президент Джевдет Елмас на заседании Ассамблеи промышленной палаты Стамбула. На встрече обсуждалось развитие сотрудничества государственного и частного секторов для создания передовых технологий и промышленности, основанных на зеленой экономике 21 века. Елмас окоснулся шагов, предпринятых для борьбы с инфляцией и ожиданий в ближайшие годы. По его словам, в Турции в течение 20 лет среднегодовой темп роста экономики составляет 5,5%, а национальный доход уже превысил 1 трлн долларов. Вице-президент подчеркнул, что поставлена цель достичь 1 трлн 300 млрд долларов уже к концу текущего года. Эти показатели свидетельствуют, что Турция войдет в Лигу стран с высоким уровнем дохода. Одной из наших основных целей является обеспечение макроэкономической финансовой стабильности, а также снижение инфляции до однозначных значений в среднесрочной перспективе. Мы стремимся к постепенному достижению однозначных цифр в 2026 году. Мы снизили определенные риски и добились значительного увеличения валютных поступлений. Надеемся, что процветание страны и рост добавленной стоимости будут способствовать устойчивому и стабильному развитию экономики Турции. Уменьшение неопределенности, повышение предсказуемости, удержание инфляции и укрепление макростабильности усиливают перспективы роста Турции. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе Медина. Большое спасибо. Экономический блок представила моя коллега Анастасия Панарина. А мы продолжаем. В кинотеатре Низами прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения одного из талантливых представителей Азербайджанской режиссерской школы, лауреата государственной премии народного артиста Расима Уджагова. Он своими художественными и документальными фильмами вписал яркие страницы в истории азербайджанского кинематографа. Исполняется 90 лет со дня рождения Расима Уджагова, выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, видного кинорежиссера, всем сердцем преданного своему делу и приверженного своим идеалам и принципам. В киноцентре Низами прошло мероприятие в честь юбилея режиссера. Творческий путь Уджагова как мастера, умело использовавшего традиции мирового кинематографа, отдельный этап в истории национальной культуры кино. Расим Уджагов – кинорежиссер, который внес огромный вклад в развитие азербайджанского кинематографа. Снял разноплановые, очень интересные фильмы, которые до сих пор смотрятся, до сих пор любимы нашими зрителями. И поднимал социальные проблемы в своих фильмах. Расим Уджагов – я счастлива, потому что я этого человека очень близко знала. Мы вместе работали в Союзе кинематографистов. Мы его помним, мы его любим. Мы до сих пор с большим интересом смотрим его фильмы. И он живет в наших сердцах, и не только на экране, своими произведениями. Расим Уджагов родился 22 ноября 1933 года в Шеки. Юный Расим, серьезно занимающийся фотографией, получил возможность ознакомиться с работами съемочной группы, приехавшей в его родной город. Мир кино привлекает его настолько, что молодой фотограф решает глубоко изучить и освоить это искусство. В 1951-1956 годах он учится на операторском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. А в 1965 году окончил режиссерский факультет Азербайджанского театрального института. Я вспоминаю Расима Уджагова, потому что мы с ним дружили. Но не только сегодня вспоминаю по случаю его 90-летия. Я его помню всегда, потому что это очень значимая фигура. Понимаете, и в человеческом плане, и в профессиональном плане. Он был человек конкретный, профессиональный, точный, искренний. Понимаете, в отличие от многих его коллег, он говорил то, что думал. Вот Расиму Уджагову соединились вот эти два качества. Высокий профессионализм режиссера и человеческие качества. Нам его очень не хватает, не только мне, я думаю, азербайджанскому кинематографу, потому что это был высокопрофессиональный режиссер, художник. Первой картиной, снятой Расимом Уджаговым в качестве режиссера, стала лента «Мститель из Гянджабасара». Признанный мастер является автором картин, составляющих Золотой фонд национального кино. Среди них «Звук свиреля», «День рождения», «Допрос перед закрытой дверью», «Парк», «Другая жизнь», «Храм воздуха», «Тахмина», «Семь дней после убийства», «Остамбул», «Комната в отеле». Расиму Уджагов оставил потомкам культурное наследие, обогатившее традиции азербайджанского кинематографа. Фарид Адилов, Эльвин Абдулаев, CBC. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова